За прошедшие пятницу и выходные дни в Латвии был выявлен 181 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных коронавирусом зарегистрировано в Даугуплсе и Риге. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. За прошедшие три дня в городе было зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19. После проведенного тестирования заболевание было выявлено у восьми членов Даугуплской команды по футзалу «Локомотив». Диагноз также был подтвержден и у сотрудника городского музея, а также у одного из кондукторов предприятия Даугуплсатексмы. Как рассказал член правления муниципального предприятия Сергей Благовещенский, учитывая обстоятельства, более 70 человек Даугуплсатексмы сдали тест на коронавирус. У всех результат отрицательный. Также с сегодняшнего дня на карантин закрыта группа одного из городских детских садов, поскольку был выявлен заболевший коронавирусом. Дети и воспитатели будут находиться в изоляции до конца этой недели. По данным местных эпидемиологов, это первая и пока единственная детсадовская группа в городе вынуждена из-за коронавируса сидеть дома. На 4 октября в Даугуплсе число активных инфицированных новым коронавирусом составило 125 человек. За прошедшие сутки в Латвии сделано 1748 тестов на COVID-19. В целом, с начала пандемии, 336 577 тестов. Заболевание подтверждено у 2126 человек. 1307 человек выздоровели. В воскресенье были госпитализированы три пациента. С COVID-19 в больницах находится 28 человек с коронавирусом. У 24 заболевания средней тяжести 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Еще один заболевший в воскресенье умер. Таким образом, в Латвии от COVID-19 уже скончались 39 человек. В минувшую субботу 3 октября в Даугуплсе началась выдача тестов на выявление коронавируса по образцу слюны. Бесплатно взять тестеры для анализа можно в трех городских филиалах ГУЛБЕ-Лаборатория. В свою очередь, Даугуплская городская дума выступает в роли координатора этого процесса для структур самоуправления и частных фирм. Всего в Даугуплс доставлено 10 тысяч тестов нового типа. В данный момент, когда в городе берутся тесты на коронавирус, Даугуплская дума будет иметь такую координирующую роль. Мы будем обобщать информацию о тех организациях, которые, наверное, подвержены больше такому риску, в которых больше бывает посетителей. И поэтому будут составлены списки, будут согласовано количество тестов. И в течение этой недели будет проведено в Даугуплсе 10 тысяч тестов. И тогда наше Министерство здравоохранения и в том числе наше городское самоуправление получат информацию о том, насколько же большой риск с распространением заболевания ковид в Даугуплсе и будут приняты соответствующие меры. Даугуплская дума уже составила начальный список тестируемых отделов и предприятий самоуправления, а также некоторых фирм, перечень которых будет дополняться. Любой представитель частной фирмы может обратиться в думу и согласовать время получения тестов в глубь лаборатория, после чего курьер лаборатории сам приедет и заберет пробы. Отдельные структуры думы, например, предприятия Даугуплс Сатексма, уже прошли тестирование своих сотрудников. Новые тесты имеют преимущество перед привычным мазком износа. Пробирки для сунны можно взять сразу на всех членов семьи или работников предприятия и заполнить их и анкету, следуя приложенной инструкции, самостоятельно, без помощи специалиста. Этот вариант сдачи анализов легче пациентам, которые лежачие, легче пациентам, которые недоступны дойти до лаборатории, потому как могут родственники взять сами образцы и принести назад точно так же легко, не создавая каких-то очередей или ажиотажей. Планируется, что тестирование будет продолжаться до конца недели, хотя число бесплатных тестов и длительность этой акции может быть увеличено. Тем временем Даугуплска региональная больница продолжает брать стандартные пробы из полости носа и горла. Однако руководство ДРБ готово приступить не только к взятию проб, но и к расшифровке анализа слюны на месте. Это значительно облегчило бы работу приемного отделения, так как результаты были бы известны через 45 минут, а не на следующий день, как сейчас, когда тесты отвозят в Ригу. Для этого требуется одобрение Министерства здравоохранения. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугуплской городской думы. 7 октября в Латвии использование масок для лица в общественном транспорте снова станет обязательным. Такое решение в понедельник приняло правительство. Эта мера безопасности введена на один месяц до 6 ноября. Подобное требование действовало и в начале лета, однако после снижения заболеваемости коронавирусом оно стало рекомендательным. При этом установлено два исключения. И касается оно детей в возрасте до 13 лет, а также людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и людей с психическими расстройствами. Им маски носить не нужно. Как сообщалось, в прошлую пятницу произошел резкий рост заболеваемости COVID-19. И если 25 сентября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии составлял 7,6 случая на 100 тысяч населения, то в пятницу он достиг 19,5 случая на 100 тысяч жителей. Впредь в правила дорожного движения будут включены нормы, регулирующие движение электросамокатов. Соответствующие поправки 30 сентября в первом чтении рассмотрели депутаты Народно-хозяйственной комиссии Сейма. Сейчас правила дорожного движения на электросамокаты не распространяются, но, учитывая, что на дорогах становится все больше, а это создает риски для других участников дорожного движения. Особенно для пешеходов, отмечает автор поправок в лице Министерства сообщения. В правилах будет включено определение, что такое самокат. Оно подразумевает, что электросамокат будет считаться оборудованным электрическим мотором-транспортным средством, чья максимальная скорость не превышает 25 км в час, у которого нет педали и который предназначен для передвижения одного человека. Планируется установить, что передвигаться на электросамокате смогут лица от 14 до 17 лет, если у них будут права на вождение велосипеда или любого другого транспортного средства. После 18 лет права на управление электросамокатом не понадобятся, говорится в законопроекте. За нарушения к водителям самокатов планируется применять те же административные наказания, что и к велосипедистам. На прошлой неделе в городской думе прошло внеочередное заседание депутатов самоуправления, инициатором созыва которого выступили депутаты партии согласия. Главный вопрос – результаты прошедших проверок на ПЖКХ. Так, в ходе заседания Думы были высказаны претензии в адрес нескольких закупочных процедур, опросов цен, которые предприятие провело в конце прошлого года и в начале текущего. Приобретение электроинструментов для нужд работников предприятия – одна из них. Представители думской оппозиции заявляют о том, что закупка была сомнительной и невыгодной. Заместитель технического директора ПЖКХ Александр Ильин, который ранее возглавлял отдел закупок ПЖКХ с такой трактовкой, категорически не согласен. Хочется сразу развеять эту ложь, потому что на самом деле закупка выгодная. Во-первых, предприятие приобрело линейку профессионального оборудования. Во-вторых, когда происходит покупка оборудования юридическим лицом, а именно ручного инструмента, того инструмента, который эксплуатируется ежедневно, практически полную рабочую смену – 8 часов, это значит, идет повышенный износ. По этой причине при покупке юридическому лицу предоставляется гарантия 12 месяцев. Мы получили при покупке этого инструмента гарантию 24 месяца, о чем Акт Доугов-Пилского отдела ревизии и аудита констатировал, и это в письменной форме в заключении ревизоров указано, что закупка электроинструмента на этих параметрах произошла дешевле более чем на 40%. Еще одна закупка, получившая в народе кодовое название «Метлы». Оппоненты по ЖКХ громко заявили о том, что закупка была проведена не в соответствии с законодательством Латвии. И также отмечалось, что приобретение инвентаря для дворников обошлось в разы дороже, нежели ранее. Из-за чего получился резонанс? Резонанс на самом деле получился по той причине, что те претенденты, которые участвовали в опросе цен, а таковых было несколько. Прошу учесть, что это именно не закупка, о чем говорит господин Нелснич, а опрос цен — это абсолютно разные законодательные нормы. Не смогли претенденты первоначально предоставить качественную продукцию. То есть по той цене, что предлагало предприятие Депо, покупать веники, которые больше были похожи на декоративные элементы, нежели на орудия труда, наше предприятие отказалось. Цена этого изделия было 2,58 плюс налог за одну единицу. То есть наши дворники забраковали. Мы закрыли этот опрос цен и объявили повторно. По факту обследования рынка, уже которое произошло предварительно, мы получили сразу образцы от двух других участников, где пригласили наших работников, а именно дворников, которые повседневно работают с этими инструментами, они сделали оценку и сами выбрали те метлы, которые являются правильными для подметания улиц. Теперь хочется опять обратить внимание на заключение, на официальный документ долгов пилских ревизоров, где есть сводная таблица, по какой цене покупались метлы в 2017 году, в 2018 году. То есть была цена более 4,5 евро за единицу. В 2019 году нами были куплены метлы по цене 3,68 евро. Исходя из озвученных цифр, очевидно, что приобретение инвентаря для дворников ПЖКХ оказалось весьма выгодным, учитывая при этом еще и качество метел, которые сделаны из натурального сырья. Но вернемся к другой закупке. Касается она услуг на мойку транспорта ПЖКХ. По данному вопросу претензий обвинений в адрес руководства предприятия было высказано много, но действительно ли они имеют место быть. В 2019 году было получено письменное заключение Государственной службы среды, ВАЛСТВИДСДНСТ, в котором указано, что у предприятия отсутствуют условия для организации собственной автомойки. По этой причине мы организовали опрос цен на услугу автомойки нашего специализированного служебного автотранспорта. Параметры, которые мы использовали, это чтобы автомойка могла вмещать как габаритный транспорт, так и служебный полугрузовой и в том числе легковой транспорт. Получили ответы претендентов, выбрали самого лучшего. Но здесь получился скандальчик. То есть наш исполнительный директор, который позже выяснилось, это был засланный ревизор господина Элчнича, это Илона Яковлева, помыла у одного из потенциальных участников опроса предприятия CarSpa свой джип за 3 евро. Если посмотреть внимательно, то даже в их ценовом предложении в частном порядке такая цена отсутствует. Мы на этом же предприятии CarSpa помыли нашу служебную машину автомарки Volkswagen Caddy Maxi. По той спецификации, которую мы предоставляли ранее нашим участникам опроса цен, мы вымыли эту машину и получили чек со стоимостью 17 евро. У компании «Победитель», которая могла победить и предоставлять нам эти услуги, цена была менее 11 евро. К слову, стоимость оказания услуг для юридических персон всегда будет выше, нежели для физических. Закупка по приобретению автотранспорта. Закупка, которой также было привлечено внимание депутатов самоуправления. Ситуация вырисовывается из одной буквы в техническом паспорте на транспортное средство. То есть в одном документе числится, что это грузопассажирский, а в другом пассажирский. И вот на это активно отобразил свое внимание господин Элкстенч. Вчера уже наш руководитель отдела транспорта общался с руководством ЦСДД, которые объяснили причину недочета. И в ближайшие дни произойдет перерегистрация, исправление ошибки в техническом паспорте при регистрации этого транспортного средства. Никакого нарушения относительно покупки транспорта не произошло. Была маленькая ошибка, которая сейчас будет устранена. В ходе рассмотрения вопроса о закупках по ЖКХ на заседании Думы докладчик Андрей Элкстенч обратил внимание и на сделанное заключение Советом по конкуренции, в котором якобы государственная институция разоблачает сомнительные сделки муниципального предприятия. Совет по конкуренции это не просто информационное бюро. Это государственная структура, которая в случае, если оно констатирует какие-либо нарушения, оно не просто предупреждает, оно наказывает. Наказывает денежными штрафами, которые равняются 5% от оборота предприятия. В случае с предприятием по ЖКХ эта сумма могла бы измеряться миллионами. По этой причине еще раз хочется обратить внимание наших горожан и господина Элсенча в том числе. Предприятие по ЖКХ не получило никакого административного или денежного взыскания. Об этом свидетельствует тот же и Совет по конкуренции, который в своем официальном пресс-релизе на своем информационном ресурсе указал, что мы привели встречу друг с другом и нам указали на возможные картельные соглашения среди участников наших закупок, чтобы мы более тщательно в будущем оценивали вероятность сговора между поставщиками услуг. Поэтому мы стали еще более опытнее, образованнее, но никаких наказаний, никаких порицаний и уж тем более денежных штрафов от этого учреждения мы не получали. Следовательно, отсутствует какой-либо факт о том, что Совет по конкуренции уличил нас в каких-либо липовых закупках и договорных сделках. Ну и здесь, конечно, можно также добавить, что это продолжение большой лжи о том, что господин Фридман, руководитель нашего предприятия, не участвовал в заседании внеочередной думы, где все прекрасно видели. Во-первых, не было никакого статуса засекреченности документов, закрытости этого заседания. То есть на протяжении шести часов любой желающий в режиме онлайн, в соцсетях, либо на информационных ресурсах Грани ЛВ, Город ЛВ и даже сайте Даугавпилского самоуправления мог наблюдать за событиями, происходящим на этом заседании. Где господин Фридман дистанционно, по причине своего нахождения на карантине, давал ответы господину Элсничу и другим депутатам. Поэтому мы постоянно видим искажение фактической информации и наличие громких заголовков, которые не соответствуют правде. Украли, воры, посадили, уголовное дело засекретили. Зачем вводить людей в заблуждение, я не понимаю. И заключение. Те, кто говорят, что руководитель по ЖКХ Сергей Фридман побоялся принимать участие в заседании внеочередной думы, поэтому и ушел на самоизоляцию в рот. Во-первых, Сергей Фридман участие в заседании думы принимал и отвечал на вопросы депутатов, в том числе и Андрея Элснича. Во-вторых, Сергей Фридман является контактной персоной, поэтому Центр профилактики контроля заболеваний в условиях стремительного распространения COVID-19 обязал его уйти на домашний карантин. Уже несколько лет в Даугапил содействует программа по сохранению и размножению рыбных ресурсов в озерах, наиболее популярных среди рыбаков. 2 октября в Большое Стропское, Малое Стропское озеро Стропока и Шуни было выпущено более 25 тысяч мальков карпа. Процесс координирует Даугапилское управление коммунального хозяйства. У нас есть два варианта. Это первый через Зевьефонд и второй, вот как сейчас мы запускали рыбу. Значит, вы знаете, что у нас на озере введено лицензионное рыболовство, рыбаки покупают лицензии. И вот эти деньги, которые мы получаем, значит, 20 процентов мы перечисляем в Зевьефонд, чтобы в дальнейшем работать с ним, а 80 процентов остаются в бюджете Пашвалдебу, в бюджете Думы. Вот на эти деньги, которые остаются в бюджете Думы, мы проводим зарыбление, которое вот сейчас было произведено на водоемах Даугавпилса. Программа будет продолжаться, и на следующий год в бюджете будут предусмотрены деньги, и также будем продолжать работу с Зевьефондом, получать какое-то финансирование на улучшение рыбалки. До конца октября в озеро Даугавпилса будет выпущено еще 36 тысяч мальков-щуки. Специалисты УГХ отмечают, что программа по обогащению озерных ресурсов за несколько лет дала положительные результаты. Рыбаки указывают на увеличение уловов. Радует также сознательность любителей рыбалки. Последние годы констатируется все меньше нарушений случаев браконьерства. Те отчеты, что сдают в конце года, в принципе у ловы есть, щука хорошо ловится, судак, окунь есть. Ну вот рыбакам еще нужно научиться ловить белую рыбу, того же карпа. Если просмотреть все рейды, которые были за этот год, то практически единичные случаи попадаются рыбаки, у которых нет лицензии. В основном 99% рыбаки покупают лицензии и ловят вполне законно. Карточка рыболового любителя плюс лицензия. Это озеро Большие стропы. На остальные водоемы города Даугавпилса нужна только карточка рыболова. Рыболовные карты можно привезти в местах торговли по всей Латвии. Лицензию для рыбалки на озере Большие стропы в управлении коммунального хозяйства по улице Савлас 5А или на сайте epokalpomi.lv Сюжет подготовила дела общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.